Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы «Городская среда». Напомню, этот проект позволяет нашим зрителям получить ответы на вопросы, услышать советы от экспертов, узнать больше о людях, живущих по соседству, в общем, обо всем, что происходит в городской среде. Сегодня у нас в гостях глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич, спасибо большое, что вы нашли время. Здравствуйте, Арена. Сегодня у нас необычное интервью, а своеобразная пресс-конференция, для которой мы подготовили вопросы. Кстати, их готовили не только мы, их прислали и наши коллеги. Чтобы соблюсти условия, которые диктуют нам антиковидные ограничения, был выбран следующий формат пресс-конференции. Интересы коллег-журналистов буду представлять я. А они примут в ней участие виртуально. Но ответы на поступившие вопросы будут доведены до читателей и зрителей каждого средства массовой информации абсолютно реально. Ни один вопрос не останется без внимания. Раз уж мы затронули тему ковида, скажите, пожалуйста, ограничения, связанные с пандемией, насколько сильно они ударили по экономическому развитию Выборгского района и, соответственно, на исполнение муниципального бюджета? Скажу об основных показателях. Частичное закрытие внешних границ в период пандемии привлекло большее количество российских туристов. Выборг и в район в целом. Этот фактор в том числе положительно повлиял и на поступление в местные бюджеты, налога по упрощенной системе налоговложения. Так, отмена с начала 2021 года единого налога на вмененный доход и расширение туристической сферы услуг в Выборгском районе за 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поступление средств примерно на 68 миллионов рублей. Кроме того, после внесенных изменений в федеральный закон о налогообложении с января 2021 года была установлена ставка в размере 15% для доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Что также дало положительный результат, за 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет Выборгского района дополнительно поступили примерно 74 миллиона рублей. И в частности бюджет муниципального образования Выборгский район порядка 47,5 миллионов рублей. Цифры говорят сами за себя. Это, конечно, мы видим как положительная динамика и, конечно же, возможность развития сферы туризма на территории Выборга и Выборгского района. А какие отрасли экономики Выборгского района оказались самыми стабильными и прочными? В чем их секрет? Нет. Здесь секретов никаких нет. Здесь четкая позиция губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко в том, что принятые ковидные решения повлияли положительно на все те ограничения, которые были введены. И губернатор нестанно на работу промышленных предприятий, производства продолжились, конечно же, при создании всех необходимых для сохранения здоровья людей антиковидных условий. Термометрии, масочного режима, дезинфекции. Системные мероприятия продолжались приученной кампании и введением паспортов коллективного иммунитета. Кстати, Выборгский район на втором месте в Ленинградской области по количеству паспортов коллективного иммунитета. Все, что я назвал выше, позволяет сохранить стабильность. На сегодняшний день мы обеспечиваем порядка 9% регионального валового продукта, занимая третью строчку областного рейтинга. Наши предприятия добывают около 65% полезных ископаемых и производят почти половину бумаги и бумажных изделий, поставляемых во всей Ленинградской области. Развитие транспортного комплекса Выборгского района является одним из важнейших направлений развития экономики муниципалитета. Наиболее высокими темпами в транспортной отрасли развиваются морские порты. Важно отметить, что также возросла и инвестиционная привлекательность района. За последний период инвестиций в эту сферу экономики состояло 37,5 млрд рублей. Мы планируем продолжить работу с инвесторами, создавая режим наибольшего благоприятствования для реализации проекта. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования только в 2021 году по предварительной оценке составит почти 18 млрд рублей. Стоит отметить, что в отношении малого и среднего бизнеса в Выборгском районе продолжают успешно действовать две муниципальные программы. Одно из важнейших событий этого года – открытие в Выборге бизнес-инкубатора на проспекте Ленина, 18, на базе которого предприниматели получают имущественную поддержку. Заключается она в предоставлении помещений начинающим бизнесменам по льготной ставке арендной платы. По состоянию на ноябрь месяц резидентами бизнес-инкубатора являются 10 субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность в различных областях. За 9 месяцев текущего года в нашем районе было зарегистрировано 774 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, что указывает на эффективность поддерживающих мер. Валерий Геннадьевич, есть еще одна тема, которая волнует представителей всех средств массовой информации – это строительство жилья. Каковы перспективы строительства новых жилых домов в Выборге и в районе? Перспективы радужные. Надеюсь, что все они станут реальностью. За период до 2024 года в городе запланировано строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов. Это 16-этажный жилой дом на 120 квартир по улице Агустовской. Дом на 82 квартиры в районе дома номер 33, проспект Победа. Дом на 173 квартиры на бульваре Кутузова на 15-м участке. Квартирный жилой дом на улице Некрасова 17, многоэтажный жилой комплекс на улице Малой Каменной. Также трехэтажные дома в поселке Поляна, которые будут состоять из двух корпусов на 272 квартиры и двух корпусов на 165 квартир. Это у нас по району, как один из объектов. Администрация Выборгского района начинает встречаться с застройщиками, контролирует, на каком этапе находятся те или иные работы. Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворить потребности нашего населения в жилых помещениях и новых строительствах, потому что действительно давно не вводились новые метры. И понимаем, что это мера неизбежная и готовы поддерживать застройщиков уже на начале пути и довести до реализации. Тем более, сегодня есть все государственные меры поддержки, чтобы все проекты, которые начинаются реализовываться в целом по Ленинградской области, они гарантированы и максимально их реализация, тем более в нашем районе, где спрос на жилье достаточно высокий. Я уверен, что эти проекты будут реализованы максимально в те сроки, которые мы с Вами задекларировали. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию относительно жилого комплекса «Брусника». Насколько мы знаем, сегодня продолжаются судебные процессы с прежним застройщиком. Насколько это может отодвинуть восстановление строительства? И верно ли, что новый застройщик после экспертизы недостроя, возможно, будет сносить старое здание и строить новое, что называется, с нуля? В этом вопросе я Вам могу сказать, что информация недостоверная из источников, которые у Вас есть. И на сегодня произведено обследование здания полностью функционально. Есть соответствующее экспертное заключение. Что касается судебных процедур по передаче прав на объект от конкурсного управляющего новому застройщику, строительного комплекса системы, то по информации конкурсного управляющего, они пройдут в течение примерно полугода. Соответственно, застройщик сможет приступить к работе уже в весенний период следующего года. И мы уверены, что обратно не вернемся к тому началу, который мы имеем сегодня. Потому что заинтересованность, как я уже говорил ранее, строительства новых домов в Выборге очень высокая. Валерий Геннадьевич, на очереди блок вопросов, касающийся ремонта дорог. Все мы видели, что в этом году в Выборге был масштабный ремонт. И каковы результаты на сегодня? Будет ли администрация контролировать их состояние в дальнейшем? Можем ли мы рассчитывать, что они прослужат долго? И итоги ремонта собирался проверять лично Ваш предшественник, Эльдар Гелязов. Будете ли Вы следовать его примеру? Ну, отмечу, что дорожные предприятия обязаны исполнять гарантийные обязательства в случае выявления дефектов в течение пяти лет. Это сроки, которые контрактами утверждены. И мы, конечно, максимально стараемся, чтобы работы, которые производились, именно на пять лет минимально, чтобы к этим дорогам мы уже не подходили. И если будут выявлены дефекты, обязательно укажем на это подрядчикам, потребуем их устранить любыми порядками. Но в первую очередь мы понимаем, что отношения устраиваются в момент начала работ, продолжения и приемки. Ну и важный момент, когда мы принимаем эти работы. Конечно же, здесь привлечены специалисты надзорные ведомства, которые, естественно, представляют также лаборатории. И есть народный контроль, соответственно. А также хочу отметить, что каждая дорога, которая у нас в этом году была отремонтирована, как в городе Выборге, так и в районе, она инспектируется лично. То есть всегда на основании тех мероприятий, которые проходят, где возникают какие-либо вопросы, выезжаем либо комиссионно, либо персонально и уже принимаем решения, необходимые для дальнейшей работы. Но в первую очередь мы понимаем, когда подписываем исполнительную документацию, мы должны понимать, что полное соответствие всем требованиям, нормам и законодательствам. То есть у нас в этом году отремонтировано 16 мильных дорог, это почти 8 километров. Все они теперь находятся на пятилетнем гарантийном обслуживании. И уверен, что все те посылы от наших граждан, в том числе, также специалистов, которые, естественно, работают в отрасли дорожного хозяйства, они заинтересованы в том, чтобы дороги были у нас качественные. И со своей стороны хочу это, конечно, утвердительно заявить, что работы, которые проводились в этом году, они выполнили уже достаточно на высоком уровне. И уверен, что продержатся долго с участием, еще раз говорю, как общественности, так и, естественно, профессионалов, а также, естественно, ответственных лиц, которые занимаются организацией вопросов по ремонту дорог, а также приемки этих работ уже для эксплуатации и, соответственно, для пользования нашими жителями. Ну что ж, ты не можешь не радовать, все мы хотим ездить по ровным дорогам. А что касается улиц Красиной и Красноармейской, там тоже положен новый асфальт, тогда как изначально дорога была вымщена булыжным камнем. Остался ли этот камень на месте? И почему принято решение не восстановить каменную кладку, а положить асфальт? И планируются ли какие-то в будущем там изменения? В этом году для нас открылось много, скажем, таких вопросов, еще исторических событий, когда в советское время, к сожалению, на борщатку и на булыжник был укатан асфальт. Но это было, видно, связано с тем, что практичнее подходили к решению вопросов благоустройства. На сегодня у нас есть такие территории, но это временные решения, потому что если мы говорим о реконструкции квартала Солберга, то это реально нам необходимая мера, чтобы мы сегодня могли поддержать в нормативном состоянии уличную дорожную сеть. А в рамках реконструкции, естественно, эти вопросы все вернутся в историческую часть, и будет квартал выполнен уже так, как это было изначально. И те, естественно, мощенные из булыжника, из других материалов исторических, то есть они обратно обретут свой вид. Поэтому это пока что временное решение до начала производства основных работ по восстановлению и реконструкции квартала Солберга. Ну это прекрасная новость, я уверена, что выбор их станет только краше. Так, с дорогами понятно. А планируется ли создание парковок в старом городе? Что касается парковок, действительно, вопрос очень становится проблематичным, потому что количество автолюбителей, которые посещают город, также используют уличную дорожную сеть, постоянно увеличивается. И, конечно, мы уже предполагаем, что в ближайшее время без перехватывающих парковок, а также платных парковок, чтобы люди не хаотично своими транспортными средствами распоряжались в исторической части города, где, естественно, движение достаточно проблематичное, мы будем работать в этом направлении. Сейчас создана рабочая группа, начиная, естественно, сбор информации, то есть для того, чтобы было необходимо установить в тех точках, где необходимы перехватывающие стоянки, а также, естественно, для удобства граждан и жителей города, чтобы это не было конфликтов интересов. Создана рабочая группа. В эту рабочую группу ходят специалисты администрации, а также сейчас стоит вопрос о включении в эту рабочую группу представителей органов ГИБДД, которые будут профессионально и четко ориентировать нас на мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения и уже, естественно, определением тех потоков транспортных средств, которые будут задействованы уже в передвижении по уличной дорожной сети. Были уже приняты решения у нас и по определенным территориям, где необходимо, в рамках, скажем так, ремонтных работ, обеспечить и в том числе парковочные дополнительные места. Но об этом я, наверное, скажу чуть позже, потому что наверняка вопросы эти будут и, соответственно, остановлюсь более детально. Но в целом, в ближайшее время, то есть мы готовы будем уже подойти к решению вопроса по новым парковкам, то есть пространствам, которые обеспечат, еще раз говорю, безопасное движение на дорогах и менее интенсивное движение, соответственно, на дорогах, особенно старой части города Выборга, транспортных средств. И в продолжении темы, каким образом решился вопрос относительно парковки на улице Парковой? Вопрос достался, скажем так, уже из предыдущего периода работы. Конечно, разработчики проекта были нацелены на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт, удобство как местных жителей, так, естественно, и гостей города, туристов. Но не предусмотрели, соответственно, в рамках данного проекта еще и другие нормы, скажем, человеческие, экологические и целесообразность некоторых вопросов, которые можно было решить. Соответственно, пересмотрели данный проект, вышли еще раз на территорию, нашли возможности переноса стоянки на другое место. Оно незначительно по расстоянию от самого парка Монрепо по улице Парковой оказалось. И, соответственно, это место будет очень выгодно для наших жителей, для туристов в целом, потому что тем местом, где мы предполагаем, это место между стадионом «Водник» и зеленой зоной, которая есть сложившаяся. Поэтому, думаю, что решение этого вопроса будет положительно сказано для всех участников, естественно, и подшивающих в этом микрорайоне. Довольно удобно получится. Удобно, да, и это благодаря, еще раз говорю, совместной работе после определенного анализа, то есть проекта, который сегодня имеет уже практически положительное решение, государственная экспертиза для того, чтобы приступить к решению этого вопроса в следующем году. Мои коллеги из газеты «Реквизит» спрашивают, будут ли ремонтироваться дороги в поселениях, в частности, в поселке Яшино? Мы понимаем, что балансные держатели определяют необходимость ремонта дорог, и, соответственно, данная дорога имеет свою стадию износа. Далеко не все дороги в выборском времени находятся и на балансе муниципалитетов. Но в целом, то есть мы исходим из необходимости действительно подхода к решению этих вопросов. Ну и что касается дороги на Яшино, получено заключение госэкспертизы, которую мы будем реализовывать в 2022-2023 годах, естественно, при наличии финансирования. Но к этому вопросу мы сейчас подходим и готовимся. Я надеюсь, что этот тоже проект будет реализован в ближайшее время. Вопрос, который в последнее время особенно волнует общественность города Выборга. Насколько удачным вам представляется проект реализации строительства, постройки велодорожек в Выборге и, в частности, идея совмещения передвижения велосипедистов и пешеходов? Учитывались ли при его внедрении замечания и пожелания жителей Выборга или гостей города? Ну, началось с 2019 года, когда правительственные области провели опрос по поводу развития велосипедной инфраструктуры в регионе. 68% опрошенных со своей стороны ответили, что велодорожки должны быть построены везде. Конечно, работа администрации была уже нацелена на подготовку к проекту. И, соответственно, были учтены все пожелания. В первую очередь, мы понимаем, что это те люди, которые действительно пользуются данным средством передвижения, являются активными участниками ВЕЛО. ВЕЛО-47 проект по всей Ленинградской области запущен. И администрация района приступила также к проектированию данных велодорожек. Наш проект состоит из нескольких этапов. Один из основных, который мы предполагали, это, конечно, там, где более специфично и более правильно могут использовать всего все участники велодвижения. Это первое. Конечно, мы понимаем, что сами спортсмены, которые должны тренироваться, так как мы понимаем, что город Выборг, это уже исторически так сложилось, что имеет своих воспитанников, чемпионов. И, конечно, мы понимаем, что эти традиции продолжаем. Конечно, Батарейная гора была как одна из новополагающих. Но также мы не забыли о том, что в городе есть и другие пути, и необходимо к местам, где проводят, соответственно, время для отдыха, оздоравливаются люди, и что на велосипедах могут, соответственно, до туда доехать. И, соответственно, мы, исходя из проекта, который у нас был, предполагали, что все это будет реализовываться, возможно, одновременно, но разделило, во-первых, финансовая возможность, и второе, те территории, которые для того, чтобы внедрить велодорожки, мы должны привести сначала подготовку этих территорий, а потом уже оконечно, то есть внедрить велодорожки. Непростой проект, потому что он требует, естественно, внедрения интеграции уже в уличную дорожную сеть, которая сложилась в городе Выборге. Большей частью это историческая часть. И обсуждался данный проект и с общественностью, и с профессионалами. И, соответственно, кто занимается безопасностью, представители ГИБДД, все занимались. И на сегодня данный проект имеет свое место, и мы начали реализовывать уже первую часть. Однозначно можно сказать, сложно его реализовать в городе Выборге, но это нужно делать только для того, чтобы развести потоки и расставить правильные приоритеты. Конечно, приоритет у нас основной в том, что пешеход – это первый участник движения, которому должно следовать и обеспечивать безопасность. Далее мы понимаем, что это сам велосипедист, который является участником движения. И третий – это автомобилист, который на дороге должен учитывать все эти параметры, которые есть. Максимально от вокзала до улицы Выборгской и по старому городу для реализации первого этапа до Смоленого мыса мы предусмотрели максимально возможные нормативные требования, которые дают возможность реализовать данный проект. В процессе схему приходилось менять, потому что в действительности, где общественность задавала вопросы, мы рассмотрели возможные варианты изменения схемы движения. Либо это по дороге, либо это уже по пешеходной зоне, которая также имеет возможность совмещения с пешеходами. Мы решили максимально сделать таким образом, чтобы это, конечно, было не точкой преткновения, а разрешением вопросов безопасности. И уверен, что в процессе реализации проект у нас еще до конца реализуется. Он будет реализовываться еще на протяжении двух-трех недель. Будут установлены, естественно, и информационные щиты, будут установлены и знаки. Будут, естественно, и в совокупности все точки сопряжения определены, и наш маршрут более двух километров будет доведен до Смоленого мыса. И уверен, что мы увидим этот продукт в совершенно другом формате. И максимально, еще раз говорю, в случае необходимости, там, где можно внести изменения, в рамках нормативов мы будем вносить эти изменения, исходя из потребностей нашего населения, которое проживает в тех территориях, где эти проблемы возникают. Но в целом, старт дан реализации виллы 47 на территории Выборгского района в городе Выборге. Только три района у нас участвуют в этом году в этом проекте. Но вот город Выборг стал одним из пилотных проектов. И я уверен, что мы все вопросы решим, связанные, естественно, с теми конфликтами, которые сейчас возникают. Поэтому большое спасибо. И хочу, конечно, извиниться перед нашими жителями, что испытывают сейчас сложности. Но, к сожалению, одностройка не может пройти без каких-либо издержек. И, конечно, мы понимаем, что эти издержки, они только должны дать положительный эффект данному проекту. Общая протяженность велодорожек ставит в совокупности 11 километров. На сегодня мы выполняем этап 2021 года. Это 2,5 километра участок, который включает в себя Ленинградский проспект, улица Ладанова, Южный Вал, крепостной мост. И последний вопрос. Насколько я знаю, Вы ярый поклонник футбола. И Вы не просто болельщик, а сами любите играть в футбол. Хватает ли у Вас времени на любимые увлечения? Ну, что касается футбола, здесь действительно есть уже в целом понимание, что футбол – это инструмент, скажем, который объединяет людей. Все эти отношения дают достаточно много позитива и поддержки, и помощи. Потому что во всех командах, в которых приходилось играть, где приходилось и тренироваться, и быть инициатором этих тренировочных процессов, есть активисты, есть те добрые люди, которые всегда могут нацелить на реализацию новых интересных проектов. И в большинстве своих случаев так оно и происходило. Когда в такую среду попадаешь, люди имеют возможность коммуникации, общения, подсказывают, где-то наставляют, потому что это разные, естественно, коллеги, которые пересекались по спорту. И, конечно, это было очень приятно, как такой продукт деятельности, плюс еще возможности и самому оздоровиться, и, конечно же, поддерживать определенную форму, потому что со спортом, естественно, с детства максимально все, что, возможно, касалось, естественно, участия в спортивных мероприятиях всегда необходил стороной. Ну и говорить о футболе, это, конечно, основа, оказалось так, и во многом. То есть это, естественно, такая прям моральная мера поддержки. Ну и есть еще другие виды спорта коллективные, то есть это и волейбол, и, естественно, там, где можно и спартакиады где устраивать, то, естественно, всегда стараюсь быть в составе. А что касается времени, ну, всегда нужно находить время на все, чтобы все было сбалансировано, и нельзя себя погласить во что-то одно, потому что что-то другое может пострадать. И, соответственно, стараюсь, чтобы и хватало времени на спорт, на досуг, потому что часть спорта и досуга – это такая же часть работы, которая позволяет, еще раз говорю, двигаться вперед. Ну что ж, к сожалению, наше эфирное время истекло. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо большое вам, очень интересные вопросы. Я понимаю, что не все они попали в наш чек-лист, скажем так. Готов не в формате общения студии, но готов, естественно, получать эти вопросы в рамках наших рабочих мероприятий, в социальных сетях, общаться с нашими жителями, нашими, естественно, субъектами, которые определяют вектор развития территории, и быть максимально открытым и доступным для наших жителей города Выборга, Выборгского района. Спасибо. А я напомню, сегодня гостем программы «Городская среда» был глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова